Привет, дорогие друзья! Наши друзья-китайцы решили сделать под Новый Год апельсиновые или мандариновые лол. Совершенно непонятно, на кого они больше похожи и что вам они напоминают, пишите в комментариях. Также посмотрите, какие яркие оранжевые шарики и, конечно же, коробочки. Это, друзья, Панк Боя, Сахарка, Поп Харт. Здесь нарисовано, что должны попадаться эти куколки. Так это или нет, мы сейчас с вами проверим. А вы пока ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и не забудьте про колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о наших видео. Ну, давайте мы с вами рассмотрим вот сразу эту вот коробочку. Смотрите, как вы видите, здесь нарисованы все куколки. Написано Лол Сюрпрайз. Здесь тоже нарисованы все куколки. Здесь нарисовано, что у нас должно попасться 7 сюрпризов. Ну, в принципе, все. 22 серия. Друзья, давайте возьмем ножичек, поможем нам раскрыть коробочку. Открываем ее и... Та-дам! Посмотрите, мне нравится, что этот шарик очень яркий. Посмотрите, здесь нарисовано либо это конфетти, либо это такие конфетки, похожие на МНД. Непонятно. Тут нарисован Панк Бойнер. Написано Лол Сюрпрайз. 7 сюрпризов. Да, вроде бы и все. Насечка есть, но на ней перфорации... Ах, нет, есть. Вот такая большая длинная перфорация. Посмотрите. Ну, круто, что шарик очень легко открывается. Пока подсказочек у нас ничего никаких нет. Следующий слой точно такой же. Они даже ничего не поменяли. Смотрите, как легко они снимаются. Это плюс. Так. И здесь у нас тоже нет никаких насечек. И, конечно же, третий... Получается, у нас три слоя. И все три слоя у нас были одинаковые. И во время открытия шарика у нас не попалось пока насечек. В целом шарик розовый, стандартный, ничего особенного. Было бы прикольно, если бы они делали его оранжевым. Он бы был намного симпатичнее и намного ярче. Давайте же открывать наш шарик. Посмотрите. Здесь у нас только попалась инструкция. Инструкция стандартная для всех куколок Лол. И всего один пакетик. Ну и держатель. Так. Ну давайте же смотреть, что нам здесь может попасться. Так. Сейчас. Ну давайте смотреть, раз куколка... Та-дам! Такая куколка. Ничего себе! Мне кажется, китайцы научились рисовать лица куколам. Смотрите, какие они делали аккуратные, симпатичные. Достаточно губки по сравнению. Как правда, брови в разные стороны. Здесь они даже пытались изобразить такие румянецы. Как будто у нас зима. У нее она походила по холоду. Да и у нее появились румянецы. Ничего себе! Так, тело у нас. Давайте еще... Тело жесткое. Мне не нравятся такие тела. Вот наши куколы. Ну хотя бы лицо и тело в цвет. Вау! Посмотрите! Новогоднее красное платье. Мне тоже нравится, что платье красное. Ботиночки. Ну ботиночки это стандартно. Но хотя бы к этому платью оно будет в цвет. И еще у нас здесь есть красные очки. Ничего себе! И все подобрали в цвет. Розовая бутылочка. Бутылочка очень жесткая. И такая синяя сумка. Кроме сумки. Но сумку может быть не обязательно брать. Или вы можете подобрать и другую сумочку. Давайте ее оденем. Платье, правда, немножко прозрачное. Но зато она будет готова на новогодний маскарад. Так. Посмотрите. И давайте оденем ей очки. Это будет как ее маска. Правда, она немножко большевата. Посмотрите. Очки на ней смотрятся так себе. Потому что она немножко ей большевата. Поэтому давайте снимем. Вот смотрите, ребята. У нас получилась такая здоровская кукла. Смотрите. Платье и сапожки. Все у нее подсвет. Бутылочка. И это все попалось нам. Как вам эта куколка? Пишите обязательно в комментариях. А мы сейчас продолжаем с вами открывать. Приступаем ко второй коробочке. Давайте также ее разупакуем. Коробочку уже не будем рассматривать. Потому что она точно такая же. Слои у нас тоже без изменений. Конечно, подделочки никогда не сравняются с оригиналами. Но китайцы стараются, стараются хоть что-то делать и придумывать. Но мы ему пока еще очень далеко. Так, снимаем следующий слой. Странно, что нет никаких подсказок и вкладышей. Не особо они как бы нужны в подделочках, потому что они совершенно не соответствуют реальности. Так, то же самое. Один пакетик, инструкции и держатель. Давайте же смотреть, что у нас в пакетике будет. И так. И ба-бам! У нас что? В этот раз будут попадаться все куклы с волосами розовыми. Губки тоже аккуратно нарисованы. Глазки тоже. Эта куколка уже более аккуратнее нарисована. Мне нравятся эти подделки тем, что они сделаны, правда, аккуратнее. Давайте смотреть на ряд. Ого, смотрите, у нее тоже праздничное платье. Фиолетовое, и оно блестит еще с серебряными блестками. Давайте ее наденем. Так, готово. А вот с обувью мы как будто возвращаемся. Я не знаю, когда они только начали делать подделочки, вот такие обувь, обувь они ложили во все подделки и ничего нового не могли придумать. Сейчас, по-моему, то же самое происходит. Но, по-моему, смотрите, достаточно мило. Так, и что у нас еще есть? О, смотрите, розовая сумка. Такая же розовая бутылочка. Она вообще очень жесткая. Куклы бы в любом случае не поедут. И, конечно же, красные очки, которые будут не в тему и большие. Мне пока нравятся эти куколки, потому что они сделаны аккуратно. И наряды тоже более новые, но обувь, конечно, отстает. Но ничего страшного. Ребята, мы открываем уже третий шарик. Кстати, смотрите, тут написано Glitter серия. Я только сейчас заметила, что наверху коробки написано Glitter серия. Ну, конечно же... Ну, а, ну, Glitter. Они сделали немножко блестящее платье у некоторых кукол. И, наверное, думают, что это уже Glitter серия. И этих блесточек будет достаточно. Пишите в комментариях, какого ваше мнения по поводу этих шариков. Так, 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 давайте. Оп, снимаю. О, видели, как, смотрите, аккуратно прям снялся слой. И последний слой. Так, ребята, готово. Смотрите, шарики, как вы заметили, тоже вообще не меняются. Стандартные розовые. Рада хоть хотя бы кукла разная. И тот, кто-то ее сгладит. Так, тут инструкция и пакетик. Давайте. Так, и... Па-бам! Только сказала про куклы разные. И нам попалась повторка. Неужели в этих шариках только всего две куклы в коллекции? Или просто пока нам попадаются. И зато у нас новое платье. Оно тоже фиолетовое и блестящее. Оно не похоже на предыдущее платье. Немножко другое. Давайте оденем его и посмотрим. Как оно будет смотреться. Так. Раз. И высыпаем все, что у нас здесь еще есть. Так. Одна туфелька. Где у нас вторая? И вот вторая у нас выпала туфелька. Давайте ей оденем. Итак, ребята, она готова. Смотрите, у нас уже два фиолетовых платья. Эта куколка в каком вам вообще нравится больше платье? В красном или в фиолетовом? Пишите обязательно об этом в комментариях. У нас идет четвертый шарик. Держим пальчиком. Подъездиком, чтобы у нас не попалялась повторка. Так. Вот так вот у нас шарик. Нам все эти шарики очень приятные. И открываются они очень легко. И прямо на сессии сделали такую большую, чтобы не заморачивались, мне кажется, люди. И не мучились. Там ножичками не открывали. Потому что это не безопасно для детей. А я сделаю вот так все очень легко. И просто что? Не так снимаются. И... Замочи сюда. Ооо, вы видели какой он шарик? Из желтого цвета. Мне так нравится. А то мне уже розовый надоели. Это такой желтый цвет. Здорово. Надеюсь, это предвещает нам новую куколку. Желтый держатель. Инструкция. И давайте засмотрим, что у нас в пакете. И... Абам! И это новые куклы. Мне кажется, нам такая кукла вообще еще никогда не попадалась. Посмотрите, какая у нее необычная, красивая прическа. Здесь косы и такие две шишечки. И накрашена она очень милая. И прямо румянецей, конечно, не сделали. Они правда собираются, мне кажется, на Новый год. Ооо, ничего себе. Здесь даже обувь другого цвета положили. Она розовая. Они меня удивляют. Сумочка розовая. Бутылочка жесткая розовая. И такое голубое прозрачное платье. Но оно с золотыми блестками. Мне очень нравится эта кукла. Она очень симпатичная. Так, давайте оденем ей голову. Давайте я ей одену платье. Мне нравится голова у этой куклы. Очень симпатичная. Она даже... У нее цвет волос апельсинового цвета. Или мандаринового цвета. По цвету наших коробочек. Правда, платье очень прозрачное. Но ничего страшного. Так, давайте обувь оденем. Обувь, кстати, на всех куколах очень хорошо держится. Итак, ребята. Наша куколка готова. По-моему, она очень симпатичная. Как вам? Пишите обязательно об этом в комментариях. Сегодня мы такие открыли крутые оранжевые шарики. Это апельсин или мандарин. Пишите об этом в комментариях. У нас еще остались несколько таких шариков. Их вы увидите в мега-выпуске. Если они вам понравились, пишите в комментариях. Так что ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. И не забудьте про колокольчик, чтобы самым первым узнавать о наших видео. До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч.